Всем привет! Сегодня мы будем говорить об ACT Math. Если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть это видео. Тест математики является вторым разделом экзамена. В нем будет 60 вопросов и он длится 60 минут, так что у вас будет одна минута на вопрос. Раздел состоит из трех основных частей. Первая, алгебра. Она состоит из 33 вопросов. 14 вопросов будут по pre-algebra. Они основаны на целых и простых числах, базовых правилах вычислений, порядке операции, манипулировании дробями и десятичными числами. 10 вопросов будут по elementary algebra. Они основаны на неравенствах, линейных уравнениях, соотношениях, процентах, вычислениях средних величин и так далее. 9 вопросов будут по intermediate algebra. Они основаны на показателях, корнях, квадратичных уравнениях и так далее. Второе, geometry. В нем 23 вопроса. 14 вопросов по геометрии, об углах, длинных треугольниках, четырехугольниках, окружностях, периметрах, площадях и объемах. 9 вопросов. Это координатная геометрия. Они основаны на углах, расстоянии средней точки, параллельных, перпендикулярных линиях, точках пересечения и графиках. А 3 это тригонометрия. В нем 4 вопроса. Они основаны на функциях синуса, косинуса, тангенса, касательных функций и графиках. Помните, что вам не будут предоставлены формулы на экзаменах. Их нужно будет выучить. Тем не менее, вам будет разрешено пользоваться калькулятором. Как обычно, у меня есть несколько советов для вас. Первое. Я забыла упомянуть в прошлом видео о математике для SAT. Изучите единицы измерения в США. Вам нужно иметь хоть какое-то представление о таких мерах, как дюймы, футы, ярды, фунты и многое другое. Вам нужно знать эти величины. Первое – для тестирования, второе – для реальной жизни, если вы хотите жить в Соединенных Штатах. Я оставлю ссылку ниже, поэтому убедитесь, что вы начинаете изучать эти меры как можно скорее. Второе. Изучите формулы. Я оставляю список формул под видео специально для вас. Третье. Никогда не оставляйте вопросы без ответа. Если не знаете ответов, то угадывайте. У вас будет по крайней мере 20% шансов, чтобы угадать один из пяти вариантов ответа. Если вы зачеркнете варианты ответа, которые, как вы знаете, абсолютно неверны, у вас будет еще больше шансов ответить правильно. Четвертое. Сосредоточность на вопросы, в которых вы делаете много ошибок и проанализируйте свои слабые стороны. Проверьте, как решать вопросы, даже если у вас есть минимальные сомнения относительные. Это очень важно, потому что вы встретите подобный тип вопросов в тесте. Пятое. Практикуйтесь как можно больше. Я собираюсь оставить много-много ссылок с математическими экзаменами ниже под видео. Ну что же, на сегодня это все. Спасибо опять за просмотр. Оставьте комментарии о вашем прогрессе, подготовке, а также о ваших целях, для чего вы сдаете ACT. Еще раз, если вам нравится мой контент, то, пожалуйста, поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-мока! Субтитры сделал DimaTorzok